Здорово, Кебика, погнали посмотрим видосчик. Привет всем, друзья. Пару недель назад я выпускал достаточно интересный челлендж, в котором пытался пройти Call of Duty Modern Warfare 2 с самым минимальным количеством убийств. И на удивление, видеоролик вам очень сильно зашел, и я сказал, что продолжение следует. Чувак, как ты считаешь, тема вообще актуальная? Вот дерьмо, похоже всем в голову одновременно пришла одна и та же идея. Возможно, ты прав. Итак, друзья, сегодня я решил повторить такой же челлендж, только уже в другой игре. Это будет старый добрый второй постел, который я с радостью перепрошел буквально за 3 часа. Суть этого челленджа состояла в следующем. Я хотел впервые в своей жизни попробовать узнать, сколько убийств нужно сделать для полного прохождения игры Postal 2. Однако так получилось, что челлендж я перевыполнил, и по итогу я прошел Postal 2 полностью без убийств. На самом деле челлендж оказался довольно скучным, именно поэтому у меня сразу появилась в голове вторая идея для будущего ролика. И, кстати, хочу сразу же отметить. В данном видео я проходил только основную сюжетную линию постела. Суббота и воскресенье являются официальным дополнением под названием Apocalypse Weekend, поэтому их я не трогал. И, в общем-то, друзья, если вам нравится подобная челлендж-рубрика, предлагаю также осилить на этом видео 5000 пальцев вверх. В общем, если мы это осилим, выбираю также рандомную игру из комментариев, поэтому оставляй комментарий, по какой игре ты хочешь, чтобы я провернул подобный челлендж. И она появится буквально через неделю. Я не надоел своей болтовнёй? Да ладно, дружище, но если ты устал, в принципе, можешь отойти. Итак, я начинаю. Первым делом хочу отметить то, что во втором постеле присутствует несколько вариантов развития событий. То есть, к примеру, одно и то же дело вы можете выполнить двумя разными способами. Если в первом случае достаточно кого-то убить и забрать то, что полагается чуваку, во втором же случае можно пройти путём пацифиста. Поэтому по мере прохождения тумаков чувак будет получать очень много. Но давайте разберёмся по порядку, как же пройти второй постел полностью без убийств. Первым делом я, конечно же, пошёл в магазин. Здесь, опять же, как я и говорил, есть два способа прохождения задания. В первом случае мы можем просто убить продавца. Поскольку если мы попытаемся пройти мимо кассы, то дверь просто закроется, а продавец напрыгнет на меня с дробовиком. Поэтому спокойно берём молоко с прилавка, отстаиваем свою очередь и платим 5 баксов. Далее. В банк, конечно же, чувак сразу пойти не может. Поэтому нам нужно добраться до офиса RWS, чтобы поговорить с Винсом Дейзи и получить чек. По приходу чувак узнаёт, что он уволен, разгневанные родители за приличие начинают атаку на офис RWS, а нам остаётся только игнорировать их всех. В общем, после того, как мы с вами берём чек, необходимо мгновенно отправиться в банк. На самом деле существует два или три способа прохождения банка, один из которых, естественно, я выбрал. Это самый лёгкий путь. Опять же отстоять очередь и опять же просто получить свои деньги. После того, как нападают грабители, я опять же сваливаю с локации подчистую. Таким образом заканчивается понедельник. Самое главное игнорировать всех противников, подбирать побольше трубок здоровья и по возможности шарить по домам гражданских, чтобы подбирать всякие бронежилеты. Продолжение сюжета начинается со вторника. Как обычно, вы не могли бы... Получается, реально по логике вещей нужно убить только одного? ...подписать мою петицию. Самое простое, наверное, задание на пятидневке второго постала. После этого я решил отправиться в супермаркет и выполнить задание, связанное с Гарри Колманом. Если я не ошибаюсь, то, опять же, есть два способа прохождения данной миссии. Во-первых, можно просто убить Гарри Колмана и подобрать... Ну можно вообще никого. Мне так кажется, что надо. Как он это пройдет? Не понимаю. ...празить с него книгу. Она находится в задней части супермаркета. А также хочу отметить то, что можно убить одного из фанатов, который уже получил свой автограф от Гарри Колмана. Таким образом, вы также выполняете задание. Но так как чувак у нас сегодня ленивый, скучный пацифист, я просто взял и отстоял свою очередь. После этого по сюжету мы узнаем, что Гарри Колман оказывается был ненастоящим. И полиция в лице Петра Гланса предлагала выдать настоящего Гарри Колмана, однако этот никуда не пошел. Устраивается перестрелка, и мы просто сваливаем оттуда. Далее я решил выполнить задание с исповедованием в грехах. Здесь, конечно, есть два способа про... Так вообще в постел можно играть? Это же уныло. ...похождение церкви, я... Опять гребаные очереди. Игра без крови, это просто сплошные очереди. ...выбрал, конечно же, путь пацифиста. Я снова отстоял гигантскую очередь, снова ждал, 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 пока чувак не исповедуется в грехах. После этого завязывается очередная перестрелка, в ходе которой куча врагов будет наступать на вас прямо с главного входа. Основная проблема заключалась в том, что при своем первом прохождении я чуть ли не застревал в алькаидовцах, и поэтому мне приходилось ждать, как только они столпятся в огромном коридоре, чтобы потом пропустить их одним залпом. В противном случае вы так и будете в них застревать, ведь убивать противников в этом прохождении не нужно. Таким образом, я сбегаю, и мои руки до сих пор остаются чисты. Далее по заданию у нас появляется библиотека. Сразу же хочу отметить то, что это задание было довольно сложным не из-за врагов, которые по мне регулярно стреляли, а из-за того, что я уже совсем забыл маршрут, как выбираться из горящей библиотеки, поэтому напогибал я там, не знаю, десяток раз как минимум. Плюсом ко всему, опять же, задание проходится двумя способами. Либо вам нужно убить NPC, отвечающего за это задание, либо нужно пройти все дело по-нормальному, по цифистам, что я, собственно, и выбрал. Положил книгу, и на этом задание закончилось. Опять же, выбрался из горящей библиотеки, все прошло успешно, и вторник, таким образом, полностью завершается без единого убийства. Настает среда. И это, кстати, был первый день во втором постели, который вызвал у меня немножечко ботхерта. Итак, первым делом чувак отправился на голосование. Самое, пожалуй, простое, что можно было только придумать, следующим заданием являлось посетить могилу чувака старшего, а затем увидеть референс фильма «Криминальное чтиво». Изначально я, конечно, думал, что задание будет довольно сложным. Все-таки противников очень много, они вооружены, но, как бы то ни было, пришлось маневрировать и пробегать прямо мимо них. Ни одного противника не пришлось убивать, хотя, кстати, был один момент, за который я переживал. В самом конце нужно было подняться на самый верх по данным ступенькам, и посередине всегда стоит NPC. Если честно, я думал, что его невозможно обойти, однако я был неправ. Таким образом, мы с вами сбегаем от деревенщин, и задание считается полностью выполненным. Далее я решил прикупить одежду для чувака, нельзя же возвращаться домой в таком виде. Однако существует одна небольшая проблема. Чтобы пройти это задание пацифистам, нужно заплатить 100 баксов, которых у меня вообще не было. Вторым же случаем является убийство NPC, но, как вы понимаете, это не наш способ. Сам чувак свою одежду не может взять. И что вы думаете? Я побежал грабить чужие дома, чтобы взять немного денежек. Однако мне это быстро надоело, и я сразу же помчался за следующим квестом, а именно за ёлкой. Но с ёлкой-то на самом деле всё было очень просто. Доходим до неё, забираем, появляются снова деревенщины, и мы от них чисто убегаем. Кстати, по пути можно подбирать ещё еду, которая будет находиться у людей, которые пришли в этот день на пикник. Еда нам пригодится, в случае с четвергом и пятницей уж 100%. После того, как я забрал ёлку, ещё немного почистил дома, я всё-таки, наконец, получил эти самые несчастные 100 баксов, и затем пошёл и прикупил себе одежду. Таким образом, заканчивается среда без единого убийства. По канону дальше у нас начинается четверг. Первым заданием я выбрал крочи. Опять же, есть два способа получить крочи, напомню вам. В первом случае мы с вами убиваем талисман, кстати, который полностью защищён от пуль, то есть его нужно убивать либо ножницами, либо подрывать с помощью гранат, ракетницы и тому подобного оружия. Но, как вы понимаете, способ не для меня, поэтому я забрался на склады, полутал всё, что там имелось, и просто стал сваливать от работников. Плюсом потом ещё полиция за мной завязалась, а в финале меня ждал сам крочи, которого я оставил в живых. Ведь игрушка-то у меня есть, и зачем мне лишнее убийство? Таким образом выполнил задание. Далее по квесту я решил прогуляться до завода. И здесь есть одна небольшая деталь. Если я не ошибаюсь, то напалм можно получить двумя способами. Либо ты платишь три сотни баксов и забираешь его без лишних проблем, либо ты с трудом пробиваешься через этот самый завод и вновь берёшь напалм. Я вообще не понимаю, зачем чуваку в этом задании тратить лишние 300 долларов? В любом же случае, итог будет абсолютно одинаковым. Произойдёт авария на заводе, и вам нужно будет с него выбраться. Могу сказать, что во всяком случае, я сэкономил себе эти самые три сотни, хотя у меня было всего 30 баксов, и забрал спокойно напалм. А далее я пошёл покупать бифштексы для его друзей-психопатов. Единственная проблема, которая у меня возникла во время этого прохождения, то что здесь не было альтернативного способа. То есть тебе в любом случае придётся пробиваться через всех мясников, чтобы забрать свои бифштексы. В конце, конечно, здание штурмует полиция вместе со сватом, и мясники начинают воевать вместе с ними. Но здесь также можно спокойно пробежать мимо всех противников, вновь к главному входу. Биз***ц, он ещё умудряется убегать, чтобы его ещё не застрелили там. Ну, таким образом, задание считается полностью выполненным. Кстати, спасибо за гигантский бронежилет, который находится прямо в конце... Бронька прямо его выручает. ...в конце задания. Ну и самое последнее, это оплатить штраф полиции. Сразу же вам скажу о том, что я потратил очень много времени на прохождение этого задания. Почему? Вообще, оплата данной пошлины стоят 300 долларов. Я очень долго бегал, очень долго собирал деньги, очень долго копил, в итоге накопил 490 долларов. И знаете, что самое странное? У меня почему-то не принимали деньги. Вот просто не принимали, и всё. Их вроде достаточно, но с другой стороны, их не хватает. Именно поэтому я просто плюнул на все 20 минут похождений по домам, и просто забежал на самый верх, выкинув квитанцию прямо в урну. Кстати, хочу отметить, что ни один полицейский не пострадал в ходе выполнения этого задания. И таким образом, четверг завершается абсолютно полностью пацифистом. Настает... Х2. Здорово. Как насчет треша? Заранее прошу прощения за это видео, но мне нужно с кем-то этим поделиться. Как насчет треша? Давненько треша, да не видали. Пятница. Как вы знаете, здесь можно получить одно дополнительное задание на самом старте, но для этого чуваку придется все-таки помочиться. Поэтому максимально избегаем огня в прохождении пятницы. Кстати, с этим будет связан один интересный момент. Первым делом я решил отправиться на почту, чтобы забрать посылку. Опять же, двойные стандарты в деле. Во-первых, мы можем забрать посылку самостоятельно, тогда на нас нападут почтовые работники. Во втором же случае мы можем заплатить 100 баксов, один из рабочих взорвется на этой посылке, и вам в любом случае придется сбегать с почты. Ну и что вы думаете? Конечно же, я просрал 100 баксов. Возможно, они бы мне пригодились в ходе выполнения следующего задания, но уже не важно. Опять же, игнорируем всех противников, даже несмотря на то, что они зажимают вас в угол, и спокойно сваливаем с здания почты. Задание считается полностью выполненным, не единого... Просто играешь в постел и охреневаешь. Жесткие почтальоны. Просто со стволами и базуками. Убийство. Эй, Чико, мне нужен генератор на Дайфуку 87-го года. Опять же, три способа прохождения задания. Первый, мы можем убить Чико, забрать генератор, поскольку в конце он будет нам противостоять. Во втором случае, мы можем резко пройти на эту самую свалку и забрать генератор самостоятельно, что я, кстати, и сделал. В третьем случае, мы можем заплатить 500 долларов за генератор, но если я не ошибаюсь, Чико все равно загрызут собаки в конце, и нам придется забирать генератор самостоятельно. Ну и, собственно, после того, как на чувака нападают миллиарды собак, игнорируем полностью Чико, задание считается пройденным, и идем с вами дальше. День рождения дяди Дэйва является последним заданием в сюжетке постела второго. Я его, конечно, очень долго искал, но в итоге у меня получилось это сделать. Кстати, здесь как раз и присутствует тот самый момент с огнем. В общем, подпалило чуваку немного задницу, плюс друзьям дяди Дэйва. Но так уж получилось, что мочиться в пятницу нельзя, иначе чуваку пришлось бы бежать в клинику. Поэтому я решил проигнорировать огонь, найти дядю Дэйва, отдать ему подарок, а затем просто свалить из компаунда. А вот дальше как раз начинается самое интересное. После того, как ты выполняешь последнее любое задание в пятницу, начинается апокалипсис. В это время нужно просто добежать до своего дома. Опять же, игнорируем абсолютно всех, кто по тебе стреляет и т.д. и т.п. И по итогу мы получаем полное прохождение второго постела без единого убийства. Скажу честно, на деле это было очень скучно. Однако моя вторая идея по прохождению... Это серьезно, это прям реально прям скучно-скучно. ...постела будет гораздо интереснее во всяком случае. Ну что ж, друзья мои, а на этом видеоролик можно заканчивать. Подведем итог. В общем-то, второй постел все-таки подразумевает из себя полное прохождение без убийств. Раньше я в это не верил, теперь я в этом удостоверился абсолютно полностью. А если вам понравился данный ролик, не забудьте поставить ему лайк и подписаться на... Я даже и не мог представить, что в постел можно пройти никого не убив. Вот это для меня реально по-своему новость. Я думал, что это невозможно. Все равно кого-то да ты там прикончишь. Сколько терпения, чтобы тебя еще не грохнули и убежать от большого количества тех же почтальонов. Это надо еще постараться. Удивительно. Ладно. Что-то новенькое мы для себя узнаем даже спустя долгое время. Кто не знал, теперь будете знать, что оказывается в постел можно пройти полностью пацифистом. Что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кто не подписан. И увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok